Особое мнение на 101FM Он признал недействующим решение Слободской городской думы о переименовании трех улиц Речь идет о трех улицах, это улица Ленина, Свердлова и Володарского Которые уже в сентябре были переименованы в Рождественскую, Пушкинскую и Екатерининскую Собственно говоря, решение, если оно не будет обжаловано, вступит в силу 21 марта И весь этот конфликт, он тянется с сентября, соответственно И разгорелся, в общем-то, из-за того, что дума якобы приняла неправомерно решение О переименовании, потому что это полномочия администрации Собственно говоря, часть жителей была против, в том числе и, я так понимаю, что Кировское отделение КПРФ И Слободское отделение КПРФ Вы выступали против, и вот последний митинг как раз, по-моему, в январе был 20-го, по-моему, января, если я не ошибаюсь Теперь все-таки решение областного суда принято Как вы к этой ситуации относитесь? Ну, мы изначально поддержали протест прокуратуры, потому что именно прокуратура выступила с протестом, что неправильно был принят Но самое главное то, что переименование улицы случилось в разрез мнения большинства Потому что опросы, которые проходили, они наоборот говорили, что большинство жителей против переименования И когда эти опросы проводили официально все эти уже, как сказать, структуры, которые принимали потом решения То есть это все официально Больше резонанс вызвало, как сказать, публичное слушание так называемое, но они не публичные были Это были депутатские слушания, куда пригласили, ну, как организованно, как у нас это умеют Большинство сторонников переименования И когда было принято уже депутатами решение, оно почти 100% было за переименование Притом сразу был вопрос, что депутаты, они шли в разрез общественному мнению В разрез мнению жителей города Слободского прежде всего Кроме того, когда говорилось о возвращении исторических названий в начале опроса В конечном итоге переименование было фактически совершенно другое То есть улица, которая была Христорождественская, она получила название Рождественская Которая Кузнечина, она получила название Пушкина и тому подобное То есть мало того, что буквально я услышал на днях, что они опять инициируют переименование новых улиц То есть не имется, и вот буквально мы направили письмо Московской Патриархии Был ответ, что именно, да, инициировали церковники это переименование Так, а что это было за письмо? Вы отправили? Да, мы направили письмо на Кирилла Патриарха Потом, как это, кто инициирует, кто в этом участвует И тут было подтверждено, что инициировало как раз это Как благочиния Слободского, благочиния Вятской епархии, протереем Евгением Смирновым некий И что якобы инициатива была поддержана всеобщая, хотя это совершенно не так И общественное мнение, и опросы, которые проводились, и средства массовой информации Везде не показывали, что большинство жителей Слободского против переименования К сожалению, вот такое же переименование было у нас, когда переименовали в городе Кирове улиц Там тоже все подводили к тому, потому что было уже заранее заточено Все подводили к тому, чтобы надо было переименовать в угоду кому-то Уже даже таблички были подготовлены, все, и они этот вопрос всяческими Даже меняли положение, понимаете, это очень... Я как раз этим плотно делом занимался, поэтому знаю, как Притом большинство мнений, которые в поддержку, оно было просто с мобильных телефонов Или с электронных адресов Мы сами знаем, что можно человек любой, как сказать, или сим-карты, или же адреса электронные Человек может просто несколько сразу зарегистрировать и написать, и все сделать Ну, смотрите, меня здесь интересует, как все-таки вы будете действовать в данной ситуации Почему? Потому что наши коллеги из портала «Свой Кировский» Они приводят цитату представителя администрации Слободского Который буквально говорит следующее В настоящий момент принятые решения Думы являются действующими Ну, это те самые, которые подтверждают переименование Наименование улиц Рождественской, Пушкина и Екатерининской Сохранятся в соответствии с иными нормативно-правовыми актами Возвращения к старым наименованиям улиц не будет То есть администрация, как я понимаю, из этого сообщения Планирует и дальше допиваться того, чтобы сохранить вот эти вот исторические названия Вы в этой ситуации как планируете действовать? Будем отпротестовывать, потому что, прежде всего, решение привито незаконно Это самое важное, на это надо опирать Тем более, это фактически один из первых прецедентов, когда улица районного центра переименовывается Вот улица Ленина, носящая год 150-летия Просто это именно политически инспирированный вопрос И он специально Даже таблички, которые были сняты, они в качестве сувениров отправлены в Москву Вот про таблички мы поговорим, а пока давайте вот еще все-таки по переименованию Ну хорошо, вот там Дума приняла решение неправомерно Примет его администрация Все будет по закону, все будет правильно Почему? Ведь любое решение, которое принимается, должна быть соблюдена процедура Если процедура не соблюдена, сами знаете, у того же человека, который неправильный Нет, но здесь как раз претензия была к тому, что Дума принимает решение Не имеет права принять решение, соответственно, решение должна принять администрация Но администрация примет решение Я находился как раз на суде на одном из заседаний, когда было Я слышал и аргументацию с администрацией города И администрацию, вернее, и как руководство Думы То есть аппарат Думы, которые свое мнение обосновывали К сожалению, я веских доводов, что они приняли правомерное решение, не нашел И, скорее всего, и суд тоже согласился на этом Потому что они сами путались И это, видно, решение заточенное То есть кто-то сказал, пальцем пригрозил Тем более я знаю, что и правительство Кировской области Оно рассматривало, ну, как бы сказать, там в недрах правительства То есть они тоже понимают, что это решение незаконное Поэтому здесь будет, я думаю, выходить из ситуации, как-то находить выход Хотя, сами понимаете, давление... Но вы думаете, как оно будет дальше развиваться? Каким образом, я не знаю Ну, то есть мы, со своей стороны, давление будем оказывать Со стороны, особенно, на то, что решение принято незаконно Притом, сами понимаете, прецедент имеет то, что улицы переименованы в новые названия Это самое важное Не просто так, а любые советские названия переименованы в новые названия совершенно Это прецеденты, которые не были по стране То есть я правильно понимаю, что речь идет не о возвращении исторических названий Конечно, да, да, да Поэтому вот в этом суть вопроса И мы считаем, что это незаконно и с ним надо бороться Потому что... А вот от этой переименования вот этого жителей Там уже они понесли какие-то финансовые затраты на это? Или, может быть, понесут? Может быть, понесут Потому что я знаю, вот когда наши улицы переименовали Очень много было жалоб, когда надо было учреждению менять названия Паспорта до сих пор вот наши улицы, которые в паспортах, у них написаны прежние названия И хотя это говорят, что там жители ничего не теряют из-за этого Но все равно когда-то сделки надо совершать И надо будет менять и паспорт, и все остальные документы, понимаете? То есть они не несут одномоментно, они несут в процессе Ну и городу, наверное, тоже возвращать обратно туда, потом обратно Туда и обратно тут особой затрат нет Нет, ну просто если решение вот этого 21 марта вступит в силу Ведь нужно будет возвращать обратно эти названия Конечно, но самое главное, что таблички надо возвращать Которых уже нет, я так понимаю А куда они деты и кто их? Это ведь, сами понимаете, городское имущество Их уничтожили, развязали, разворовали То есть это коррупционная составляющая Вот давайте про таблички Значит, на сайте КПРФ я прочитала сообщение, по-моему, недельной давности Где говорится о том, что вот эти таблички Каким-то образом попали в Московский фонд «Двуглавый орел» Во-первых, непонятно, каким образом Во-вторых, там написано, что отделение КПРФ Собирается направить запросы в правоохранительные органы Вот в чем здесь ситуация Почему, собственно говоря, таблички там оказались Почему вы к этому подключаетесь Потому что это муниципальное имущество Муниципалитет, в общем-то, ну, волен свободно распоряжаться своим имуществом И все ли таблички все-таки там Или какая-то часть их осталась в Лобоцком А там просто уехали, ну, может быть, какие-то образцы Я не знаю истории всех табличек Потому что, сами понимаете, это вот То, что было спонсировано изготовление новых табличек Это было специально под кого-то заточено Ну, представляете, какой-то олигарх захотел переименовать свою улицу Оплатил таблички и заказал потом это решение в городской думе Вот я также представляю вот эту ситуацию, которая сейчас в Лобоцкой идет А куда вы направили запросы? И то же самое, в следственные органы Поэтому мы ждем решения, когда вот на предмет как раз вот этих действий То, что было на сайте обозначено То, что таблички оказались в чужих руках Кто их как, кто принимал решение Потому что, сами понимаете, это вещи такие Притом это было сделано очень быстро все Вот и замены, и все такое Так же, как у нас Ну, слушайте, зачем кому-то наши таблички? Ну, зачем кому-то наши таблички? А потому что решение еще Мы сразу и прокурор распаривал Понимаете, это все дело Кто будет оплачивать? Нет, я просто к тому, что зачем Московскому фонду таблички из Слободского? Это сувениры, сувениры, опять же Это же показать, что вот они победу осуществили Это же, сами понимаете Тем более, да, это лица, которые практически Профашистские организации Которые натравливают одну часть населения на другое Это просто идет, как сказать, сталкивание одних интересов с другими А это очень, не знаю, тут даже органы, наверное, должны заинтересоваться Которые занимаются антитеррористической и экстремистской деятельностью Потому что это правда Это вот вроде бы на мелочах Но на самом-то деле это очень существенные и важные вещи На которые нужно обращать внимание Тем более, сами знаете, у нас Кировская область многоциональная Очень много конфликтов было до этого, межнациональных Не хотелось бы, чтобы переходили еще в антирелигиозную плоскость И находились бы какие-то столкновения одной конфессии с другой Там верующие, неверующие, там мусульмане Это просто, понимаете, недопустимо Тем более в нашей области, которая находится фактически на социальном дне И, знаете, демография, это самый больной вопрос для нашей области Когда вы планируете ответы получить? В ближайшее время То есть пока не направлены ответы, конечно То есть месяц мы ждем Да-да-да, потому что мы все равно на сайте все публикуем Любой ответ, любую информацию готовим Вы можете узнать сразу же с первым годом То есть если кому-то интересно, можно следить за новостями Конечно, да-да-да Хорошо Давайте к делам Кировской городской думы перейдем В среду было заседание очередное Но недели ранее было заседание профильных комиссий И в том числе на одной из комиссий По имуществу и земельным отношениям, в которые вы в том числе входите Был рассмотрен вопрос Точнее, выступали представители контрольно-счетной палаты города Которые рассказали о результатах анализа деятельности Финансово-хозяйственной деятельности МУП Кировсвет Можем ли мы рассказать О чем, собственно говоря, шла речь Какие факты были вскрыты И есть ли что-то интересное У меня есть, да, и с собой документ Который как раз рассматривает итоги финансово-хозяйственной деятельности Именно этого учреждения Тем более, да, рассматривался вопрос как раз о переводе его в другое Организационное, скажем так, структуру или состояние То есть оно переводилось фактически из муниципального унитарного предприятия Сейчас муниципальное казенное предприятие Разница лишь в том, что имущество, которое у муниципального предприятия находится Оно сдает его в аренду и может получать доход Но доход это направляется в муниципалитет И как выяснилось, большинство МУПов у нас, оказывается, сдаются по заниженной цене То есть, опять же, с кем-то аффилированы структуры И фактически получается, что они имущество нерационально используют городское А уже казенное предприятие, оно не имеет права сдавать Это все только через муниципалитет, непосредственно через городской хозяйств Разница только в этом То есть, тот самый контроль позволит расширить полномочия контроля Подконтрольность увеличить, если он будет переведен в эту форму Чиновники также мотивировали это тем, что в связи с тем, что заключен муниципальный контракт Муниципальный контракт действует на 5 лет Что он не может меняться И в связи с этим только эта форма организационная может иметь место быть Хотя я усомнился на заседании в этом И сказал, что если взаимосвязь это с энергосервисным контрактом К сожалению, и если они вводили, как сказать, депутатов в заблуждение Прежней администрации, руководства прежней администрации То есть к этому основания или нет? Они, к сожалению, пояснить чуть-чуть не смогли И у меня до сих пор, вот я как раз по этому вопросу голосовал Пока нет, но вот я только-только И в ближайшее время это все будет направлено Потому что нужны именно какие-то веские основания и веские доказательства Сейчас они мотивируют тем, что только такая форма Но они к этому подвели фактически А до этого нас убеждали в том, что она может приватизирована Имущество этой организации, полностью организация войдет в гор-электросеть И оно будет акционировано А сейчас нам говорят совершенно другое Поэтому надо найти правду Ну, я связываю, что и тут энергосервисный контракт И, может быть, какие-то с действиями прежней администрации Кировсвет Все возможно, надо просто выяснять Тем более было доказано, что упущена выгода и нарушение Свыше миллиона рублей составляют в Кировсвете Которое вот именно имеет место быть Которое действительно получили упущенную выгоду для муниципального бюджета А это существенные деньги Какие-то санкции понесет руководство вот этого предприятия за вот эту вот упущенную выгоду? По крайней мере, говорилось, что сейчас на данный момент ведется проверка со стороны администрации То есть после результатов проверки То есть после проверки КСП пойдет еще проверка администрации? Нет, там сейчас уже не администрация идет А уже подключили правоохранительные органы Уже после их проверки будет какое-то принято решение, как наказывать и что такое Потому что вскрылось очень много вещей, которые не лицеприятны Например, по тому же детскому миру, когда отчитывались одной информацией А на деле оказалась совершенно другая То есть за это получали премии Понимаете, это тоже вот вводили фактически в заблуждение Хорошо, а почему сейчас это вскрылось? А не вскрывалось, например, там год или два назад? Наверняка это история не одного дня Мы ведь тоже депутаты, они получают информацию не из первых рук Они получают через те органы, которые уполномочены проводить проверки и все остальное Кстати, как раз вот та информация, о которой мы говорили Специально была инициирована группа, которая проверялась именно деятельность И муниципального имущества, и всех других вопросов деятельности Также акционерных обществ, которые принадлежат И вот постепенно, постепенно, когда эта рабочая группа стала включаться в эти вопросы Она стала находить очень много решений, которые оказались... Тогда вопрос, почему раньше не была создана эта рабочая группа и раньше она не включалась? Потому что никто не был заинтересован, никто не инициировал У нас уже какой созыв? Пятый или шестой? Вот получается, что созывы разные, а вот какие вопросы, как? Сами понимаете, любые вопросы, они выносятся только тогда, когда имеют серьезные основания И депутаты это инициируют А когда вот сегодня тоже подняли вопрос, когда большинство депутатов молчащих Которые за всем одобряются и соглашения, ну, это очень вещи нехорошие Поэтому соглашатели нам тоже не нужны Нужны люди, которые бы могли поднимать вопросы, задавать вопросы И получать адекватные ответы, вот я считаю так Ну да Ну вот вы сказали про недополученную прибыль Ну вот там действительно, я читала в новостях, что много нашли недочетов И вся эта история, она, в общем-то, про контроль Да, про контроль и в том числе со стороны там и депутатского корпуса, и администрации И вот на Думе ваша коллега Надежда Сураева, она выступила с предложением ввести систему менеджмента качества для администрации И в том числе, как я понимаю, для подведомственных администраций предприятий В том, чтобы, ну, создать такую единую систему оценки, да, качества И чтобы понимать, что на каждом этапе кто за какой процесс отвечает Кому его потом передает, да, когда там какой-то процесс выполнил на своем этапе, передал куда-то дальше И так далее То есть мы можем отслеживать всю цепочку там решения какого-то отдельного вопроса Такие системы уже действуют на многих крупных предприятиях И, в общем-то, они доказывают свою эффективность Вопрос в чем? Поможет ли эта система там нашей администрации, нашим МУПам? И пойдет ли город вообще на такую систему? Знаете, мне вот выступление как раз понравилось Но оно было несколько наивно Потому что я вспоминаю, когда мы только-только, вот наш состав, созыв, пришли Тоже с такими же идеями, как улучшить, как изменить Но, к сожалению, все наталкивалось на администрацию города Которую тогда Шульгин возглавлял Сейчас не знаю, кто будет возглавлять Но смысл в том, что это все наталкивается на, как сказать Ну, то есть они не готовы Костность административной системы, которая не готова Тем более, чтобы что-то изменить, нужно очень много сил подействовать На это надо уже именно желание, особенно руководство Я понимаю, что боль души и многие эти решения, они бы принялись И содействовали, опять же, улучшению обстановки в городе Но, опять же, это пока немножко наивно звучит Но я говорю, что об этом надо, я поддерживаю, об этом надо говорить Это надо вопросы поднимать И надо, чтобы пробовать, чтобы не какие-то там вещи были заоблачные А чтобы конкретные вещи решались И вот много таких предложений, к сожалению, да, ушли в лето В лету, как говорится А некоторые предложения получили вот то развитие, которое мы видим И связи с муниципальным имуществом В некоторых вопросах администрация шла к нам на содействие Но, опять же, кадровая чахарда нам иногда мешала Мешала много чего другого Но вот смысл в том, что самое главное, что есть по силе подвижки Хотя, сами понимаете, вот это очень администрация городская Очень заточена на какие-то вопросы свои, внутренние Вопросы, которые мешают году развиваться И вот тоже содержать городское хозяйство и много чего Это все нужно менять, а для этого нужна голова То есть нам нужен какой-то двигатель, который возьмет и скажет Вот нам нужно идти вот к такому курсу Прежде всего мы считаем, что нужно одноглавие у нас быть Одноглавие, это значит, ответственность будет не разделена между одной головой и второй И неизвестно, кто за что отвечает А именно одноглавие, то есть выбирался бы мэр Общенародным голосованием всеобщим То есть была бы конкурсная система определенная И уже не такая была бы заточенность на единую Россию Потому что как ни страшно звучит, что многие вещи, которые вот косность Они поддерживаются депутатами большинством единой России, которые сейчас составляют Хотя по количеству тех же депутатов, которые проголосовали, вернее, да Проголосовали избиратели, которые проголосовали за оппозиционных депутатов Их больше, чем тех, которые получили за единую Россию И мы все время говорим об этом Вы обращаете внимание, потому что большинство жителей не на вашей стороне Они поддерживают оппозицию А сами понимаете, они наоборот привыкли к косной системе Ну, что-то двигаться удается, что-то нет Ну, вот тот же по быковому материал Ведь многое вскрылось Все эти схемы действовали не один год и даже не один созыв Но они скрываются Не знаю, хватит ли духу довести их до конца у администрации Потому что многое это зависит еще и от позиции главы города Может быть, они смогут на тормоза спустить Могут что-то еще, но все будет зависеть от личности К сожалению, кадровые личности нас не устраивают Буквально шло обсуждение Сегодня в городе нет вот этой фигуры, вот этого двигателя Нет, к сожалению, мы не видим такой фигуры А вы видите какого-то человека из, может быть, окружения? Можно было, понимаете, когда переговоры... Но ведь нам навязывают, нам не дают возможность выбора Нам навязывают больше то, которого сверху спустят Которого там решат И, к сожалению, вот эти теневые вещи, они очень ухудшают общую ситуацию И особенно вот в администрации Я считаю, что администрация должна динамично развиваться Должны специалисты приходить новые, адекватные, готовые к экспериментам И готовые к управлению Потому что я видел, как проводил в свое время заседание с теми же управляйками Шульгин К сожалению, это только уговаривание было И никаких жестких мер к ним не принималось Так же и с подрядчиками Ну, извините, как чистят город, мы видим Если в прошлый год они сетывали на то, что на 40% снега выпало больше В этом году снега не выпадает Ну, работа-то, извините меня Если уже с понукания убирают снег в местах, как называется, складирования Поэтому это уже просто нонсенс Вместо того, что они обязаны делать Притом это подрядчики, понимаете? Это не просто кто-то Это подрядчики, которым мы платим деньги Если они не выполняют свои подрядные обязательства То мы должны просто не платить деньги А, видать, на это никто не соглашается Не хочет вот именно пойти на такую смелость Чтобы им не платить за их недоработки Вообще даже невыполнение Вот вы сказали про кадры Дума в среду на заседании приняла кандидатуру Поддержала и согласовала кандидатуру Замглавой администрации Анны Вершининой Которая будет как раз кадрами заниматься Вы ее как оцениваете? И были ли вы удовлетворены ответом ее на ваш вопрос? Я голосовал против, потому что, опять же, человек Я в свое время задавал и другим заместителям, которые приходили К сожалению, мне показалось, что те люди, которые не могут и не владеют ситуацией Они потом и не отвечают ни за что, ни за свои слова Тут тоже я не услышал никаких убедительных ответов Что человек не готов Что человек еще посмотрит Две недели уже человек работает Уже, извините меня Когда Шульгин приходил, он два месяца не мог вступить в должность И за это никто не отвечал Два месяца было все Вот, хотя его назначили Приходи, вступай, работай И после этого тоже он говорил, что еще не изучил Что еще не посмотрел Понимаете, а время-то идет И управлять-то надо сейчас, а не когда-то потом Поэтому я, к сожалению, меня не убедили Поэтому я с кадром относиться Да, привык так, чтобы взвешено Если человек себя зарекомендовал Показал, что он готов работать Даже на прежнем участке работать А здесь, я не знаю, откуда она пришла Что с собой принесла Как она себя там вела Но видно, что ответы были несколько даже грубоваты Может быть, для судьей это допустимо Но для чиновника администрации Тем более, который подконтролен депутатом городской думы Можно было отвечать и повежливее И, как сказать-то, более подготовленно В общем, поживем, увидим Посмотрим, как она будет работать Еще один вопрос Вы уже сегодня говорили Про рабочую группу депутатскую Давайте мы о ней поговорим В сентябре было принято решение Городской думы о том, чтобы проверить Деятельность некоторых представителей администрации И, собственно говоря, на одной из комиссий Которые предшествовали заседанию городской думы Был рассмотрен вопрос, который звучал так О результатах деятельности Вернее, о результатах депутатской проверки Деятельности должностных лиц администрации города Кирова По соблюдению установленного порядка управления имуществом Находящимся в муниципальной собственности Можем ли мы сказать, о ком шла речь? Какие результаты проверки? Кто входил в эту депутатскую группу? Ну и, собственно говоря, какие итоги? Я не могу сейчас сказать, кто конкретно входил Но создавалась рабочая группа Вы туда входили? Нет, я, к сожалению, туда не входил Она создавалась практически с представителями И оппозиции, и правящих, как сказать, партий Но самое главное то, что решения, которые там принимались Они шли вследствие того, что до этого А мы можем озвучить какие-то решения уже? Какие там были приняты? Вот я сейчас конкретно озвучить не могу Я могу сказать только следствию, что получилось Потому что как раз вопрос пошел Когда стали вопросы эти поднимать Мы стали более прозрачно видеть деятельность Той или иной организации Особенно те, которые принадлежат или 100% Городу Или же находятся как МУП Потому что все началось буквально с банальных вещей Которые еще Руководители той, скажем так, муниципальной собственности департамента Которые были до этого Когда были проволочки в решении каких-то вопросов Которые некосредственно зависели от конкретных чиновников в этом департаменте Эти проволочки навели на мысль Что или неадекватно действует муниципальная у нас собственность Или же неадекватно действуют какие-то другие коррупционные схемы Существуют или что-то еще И когда специально создали эту комиссию для того, чтобы рассмотреть Казалось, что за делом дело, за цепочкой, цепочкой И скрывались многие вещи Когда вот я уже говорил о том, что в детском мире Когда эта организация подавала один отчет А на самом деле оказалось совершенно другое Это все сейчас проверяется И будет, конечно, дана и правовая оценка И, может быть, да, уголовно-административная В зависимости от тяжести вины тех иных лиц Мы должны прерваться на короткий перерыв Мы вернемся и продолжим обсуждать эту тему Это особое мнение Алексея Вотинцева Возвращаемся в студию Продолжаем особое мнение Алексей Вотинцев у нас в гостях Мы продолжаем обсуждать результаты депутатской проверки Все-таки давайте резюмируем Мы обсуждали его до перерыва Резюмируем Сейчас какие будут итоги по результатам этой проверки Будут ли приняты какие-то решения Может быть, в том числе, кадровые? Сейчас в процессе именно все идет Потому что как раз новые кадры этим и занялись Которые поставили и на имущество, и на всю вертикаль Люди достаточно адекватные И как вели они себя, как сказать, до этого Можно показать, что они заинтересованы в том Чтобы все было прозрачно и все было эффективно Мы говорим о чем? О том, что будет пересмотрена работа муниципальных предприятий Не только муниципальных, а всего, использования всего имущества И хорошо, что люди пришли, которых мы назначили Депутаты именно те Которые люди заинтересованы именно в расследовании этих вопросов Выяснений вопросов, как использовалось имущество И в интересах или каких-то заточенных структур Или же в интересах всех кировчан Условно говоря, бюджета муниципального образования Какие-то отставки за этим могут последовать? Вот как вы считаете? Уже отставки-то были как таковые Детский мир вы сегодня упомянули Сейчас главная вещь, что будет, что вскроется Потому что, сами понимаете, не просто так Дело Быкова, когда было, вскрывалось Это тоже, можно сказать, следствие именно этих вопросов депутатов Потому что, когда вскрывали, показывали, смотрели Один уходил в отставку, другой уходил в отставку Потом они стали свидетелями по делу А вот эти все проверки, это не следствие ареста Владимира Васильевича? Нет, потому что это уже было другое Это уже другой, как сказать, администрации Ну просто у нас вдруг они как-то все пошли Вот все эти истории одна за другой Да, так это все скрывается К сожалению, все заточено на какие-то, скажем так, схемы Которые не в угоду, ну, как сказать, жителей города идут А больше в угоду каких-то структур Которые, может быть, они вкладывались в выборы Может быть, они что-то делали И сейчас пытаются на свои, как сказать, получить что-то Дивиденды Да, ну, как скажем, дивиденды На самом-то деле это коррупционная составляющая Тут никакой речи экономической не идет Тут просто идет одна руку, руку моет, как говорится И нам надо это понимать четко, с чем мы идем Потому что очень хотелось бы, чтобы грязной власти у нас в городе не было А было именно все прозрачно и понятно каждому Куда расходуются деньги, зачем Потому что вопросы, они ведь, сами понимаете Буквально лежат на поверхности Но их никто не скрывает, пока вот гныячок этот не понадобится вскрыть И хорошо, что находятся смелые депутаты, которые скрывают, говорят смело об этом И надо дальше продолжать Потому что скрывая какую-то вещь, мы показываем, что можно решать по-другому И вот любые инициативы тех же депутатов, которые новые пришли Они горят еще, им надо вот этот потенциал, он поддерживался Ну, сами понимаете, делается не просто так Для того, чтобы изменить жизнь к лучшему А это самое главное Я уже, как говорил, если у нас оппозиция в городе Она большинство готова голосовать Она и должна быть представлена в органах власти совершенно по-другому И эти мнения, которые говорят, не врать и не бояться Мнения, когда говорят, что надо честно жить и надо не воровать Эти вещи должны быть законом для всех, кто идет, непреложным законом, непрописанным А именно, как бы, законом его совести Согласна Давайте к следующим вопросам На Думе должен был быть рассмотрен вопрос о награждении главы Горосбиркома Натальи Вершининой Почетным знаком за заслуги перед городом Кирова Но, накануне, вернее, не накануне, а прямо перед началом заседания Вопрос был снят с повестки Почему? Ну, потому что, с одной стороны, ну, понимаете, это не то, что даже честно Это даже некрасиво, когда человек идет и его приставляют к награждению за большой вклад в избирательную систему Как сказать, в нашего города Притом, человек работал всего лишь два строка И пришел как раз на эту должность в момент, вот в 2011 году, как раз, когда случилось Вы помните, если знаете, выборы Там буквально 100 голосов, вот ровно 100 голосов была разница между КПРФ и Единой Россией Притом специально КПРФ победила, но потасовали так, чтобы... То есть вас смущает прям вот это то, что было ровно 100 Да, как раз, потому что ровно 100 голосов Поэтому это сразу было нарисовано И вас навело это на определенную помощь Да, это навело, и после этого за что? За то, что Единую Россию сохраняли у власти За это получать награду Поэтому тут много вопросов Я считаю, что вопросы эти, ну, очень серьезные И правильно депутаты их задали Потому что нужны ответы серьезные И тем более в заслуге перед городом Нет там в экономику внесения, в другие сферы жизни Ну, никак в невозбирательную систему Нужно более, как сказать, твердо и более продуманно Относиться к любому документу, который, к той же награде Это не просто очередной какой-то орден Это просто признание заслуг А это очень важно И правильно депутаты подняли вопрос еще о том, что Если кого-то наградили нечестно Чтобы была возможность отозвать Потому что мы знали одно Нам давали одну информацию Оказалось, что эти люди подвели И все оказалось не так Понимаете, мы тоже должны отыгрывать И иметь право лишать этих наград То есть Дума собирается рассмотреть вопрос о том, что этот почетный знак может быть отозван По-моему, в положении до этого нет такого пункта Не было, да, не было Но это новая, понимаете, награда Она только была внесена Еще и статус как таковой этой награды Не определен до конца А это как-то должны депутаты снова проголосовать? Нет, работа Конечно, то есть должны быть внесены изменения какие-то Это в рабочем порядке То есть нормативный документ должен быть изменен То есть аппарат должен подготовить Да, 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 по поручению Тем более этот вопрос уже подняли Надо готовить предложение И работать в тесной связи Это, я думаю, вполне будет адекватно изменено и сделано Потому что некоторые люди работали десятки лет И явные заслуги были для прославления нашего города Чемпионов мира подготовили, чемпионов России И это заслуги реальные А некоторые люди, ну, я знаю, и рабочие, и люди науки И люди там производства, разное есть Но вот мы должны именно четко понимать Где есть грань Где человек реальной заслуги перед городом нет А где просто по выслуге, там, не знаю, какой-то заслуженности Там другие должны быть возможности поощрения Но никак нет Это публично должно быть Это должны быть люди, которые действительно работали не, как сказать Но несли вклад в развитие города Да, носили вклад существенный Который знаковый, который заметен Давайте к еще одному вопросу, который тоже был снят с повестки Это вопрос, который звучал следующим образом Информация о повышении уровня реализации планов капитального ремонта многоквартирных домов Если я верно поняла из вот этого названия Речь идет о наращивании темпов работ по капитальному ремонту Зачем это делается? В связи с тем, что меняется федеральное законодательство И на федеральном уровне уже сделано несколько заявлений серьезных По изменению ситуации в этой сфере Тем более у нас город Не раз отчеты Ну просто у нас наш фонд, на который вот много раз пеняли То, что у них низкие темпы работ Низкий процент освояемости средств Там 2,8 миллиарда лежит на счетах Вот на фоне этого Зачем мы будем ускорять еще темпы? Так потому что необходимы уже у нас фонды такие устарелые Вот буквально несколько примеров В прошлой неделе я был на нескольких домах Где просто ситуация дошла уже до критической точки Один дом на Бородули на 13 Это с другой стороны железной дороги напротив пенсионного фонда Она дошла до критической точки, потому что его не ремонтируют Да, потому что разваливается дом Он должен был расселен уже в 2020 году А его еще отложили на 2024 года А там уже жить невозможно Многие жильцы выехали, потому что трещины Потому что все прогнило И там уже, как сказать, вообще нет У нас аварийные дома, по-моему, не ремонтируют по программе капремонта Не ремонтируют, но все равно ведь строительство И все это за счет этих фондов Тем более за фонд капремонта И за фонд там Ветхого жилья еще как-то называется Вот это совместно И последние, которые были предложения правительства федерального Они об этом и говорили И в связи с этим как раз отсылали к тому, что продляются сроки вот этого использования К тому, что необходимо расселить вересники Хотя ситуация там очень сложная была И там дом Дома, вернее, деревянные И они, правда, затоплялись несколько лет назад И просто пришли в полную негодность Я поняла, а на качестве работ как это скажется? А на качестве работы это скажется Ну, во-первых, не было выступления Поэтому я не могу ссылаться конкретно на чем Ну, вы вопросы зададите Оно ведь все равно Оно отложено на Барт, как я поняла То есть, видимо, вопросы все равно вы имеете возможность задать Да, на следующем Я говорю, что это проблема Я сам старший по дому Поэтому я знаю, у нас проводился капремонт Работы сделаны Ну, вот, с одной стороны, неэффективно Потому что уже стали в негодность приходить те вещи, которые они отремонтировали И не в полном объеме Поэтому необходимо, чтобы все-таки это менялось Менялось к лучшему Чтобы был контроль Тем более в наш фонд еще с тем, что практически миллиард там не был освоен Это огромные деньги, которые просто Ну, сами понимаете, лежат мертвым грузом Это же инфляция и все остальное А необходимо как-то это все менять И надо наш фонд развивать Надо делать так, чтобы у нас дома, которые в очереди поставлены там на 10, на 20 20 лет вперед, а уже в нехорошем состоянии Я просто не очень понимаю, как можно развивать фонд, если он Ну, он не работает, эта машина В том-то и дело, что это сделано изначально Это тема И фонд, он был сделан для того, чтобы Аккумулировать как-то средства И чтобы использовать их эффективно К сожалению, это опять же для определенных структур оказалась заточенность Ведь, сами понимаете, когда огромные средства лежат, это значит, что они используются неэффективно Значит, эта структура не справляется с теми задачами, которые под нее заточены Алексей Владимирович, у нас буквально две минуты до конца эфира Мы с вами перед эфиром говорили о том, что вы планировали задать свои вопросы вот к этому как раз докладу Вот еще один вопрос по Карла Маркса 26 Вот буквально столкнулись Это рядом с дворцом бракосочетания Дом, который оказался по вине Владельца Там нижних этажей Подвальных помещений Это дом на перекрестке Розы Люссенбурга и Карла Маркса 909 этажей Да, да, 12 этажей Там был разрушен монолитный фундамент И сейчас дом входит ходуном Мы там были, то есть каждый день Люди чувствуют, что есть трещины Есть какие-то там изменения серьезные К сожалению, никто никаких мер не принимает А многие люди там просто на 20 лет в ипотеку Понятно, что они переживают Как жить дальше, как существовать И вы вопрос хотели задать как раз министру ЖКХ Да, 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 конечно Потому что эти вещи, которые должны Они не решаются на местном уровне Потому что тут нормативная база не такая совершенно Но министры и те, которые Фонд капитального имущества Они должны за этим как-то следить Я понимаю, что многие средства Сейчас переводятся на ГЖИ Когда ГЖИ должна контролировать Но они должны четко взаимодействовать с друг с другом К сожалению, этого взаимодействия нет У нас любая структура Свои ведомственные интересы защищает А ведь мы живем и действуем Во благо наших жителей Во благо кировчан Это самое важное и самое главное Завершаем мы на этой программе Особое мнение Алексей Вотинцев Депутат Кировской городской думы Руководитель думской фракции КПРФ Секретарь обкома Кировского отделения КПРФ Был у нас в гостях Спасибо, Алексей Владимирович Всего доброго Особое мнение На 101FM